Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, Ганайзер! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 уникальный круг служи мне а ты ту пауэрфол да ну тогда шейм шейм конечно же шейм валин нахрен а я думал он будет deranged типа сумасшедшим сойдет с ума и будет нас чё это чё было чё надеетесь что я не увижу что ли я всего вижу вот сейчас это как блять это что за блять стали он который рвет пространство и время вот он бьет потом он телепортируется и потом он еще все короче я этом это бета все возможно не до такой конечно степени нам все равно почему бы и нет правильно о келем брембар казнил из первой блин вот эти добивания только главное подгадывать моменты просто придрочит тут придрочится я думаю за день спокойно можно будет убивать их сразу просто момент перед атакой на правда на щитовиков это не работает но зато обычных рекрутов можно будет вырубать как как easy вот один талион захватил точку вот так я хочу тупо forever alone реально ну если только с бодигардом своим ну не с бодигардом а хотя бы одним капитаном я имею ввиду и все мне этого хватит вот этот бомж вообще он какой-то блять опять щитовик вау дарк танк вот этого я обязательно заклеиваю обязательно обязательно он он просто очень очень классными по с виду он очень классный дарки плюс не танк у него хп больше он и так щитовик так что клеймить обязательно обязательно клеймению так сказать хватит он такой классный вот эта маска ассасиновская это же просто вообще маст хэв а кстати за предзаказ дают вы да хватит меня таранить не бей меня на бок что ли переходил за предзаказ дают какого-то у рука если вы заметили который стоит под посередине типа и у него есть тоже капюшон и он похож очень на вот этого некроманта блин а если это некромант это щиты просто будет воскрешать рекрутов посредь боя не на на то он и предзаказный да у него же должна быть какая-то стоп он же высосал здорово или не успел не успел помри блин это так легко кажется реально тупо подгадать момент что за хрень вообще чё за читы как-то изи сливание рекрутов просто они ничего сделать то ли он не мог да блин там какой-то урод блять злится блин хватит уже он у него опять полный хп берсеркер дарк берсеркер в этот сраном шлеме блять ненавижу убью тебя нахрен горит и зачем тебе эльфийская ярость и из них хотя бы ее нахер иди нахер кто стреляет наш нахер падай уворачиваемся казнь ну или так где он такой клюв этот дарк дарк блять как его я уже забыл кто он танк танк он танк смотри какой комбо они провернули ничего себе ну-ка дай мне свое здоровье братишка спасибо можешь идти дальше блин там наш наш капитан тупо а он же не наш то есть мы же его только вау 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 нашими кинжаликами нас пиздит пытается там наш капитан заныкался в углу карты пытается убежать но у него чё-то видимо система не дает ему так как он только что заклейменный и он не может типа убежать видимо это мои просто предположение так что если что не так будет не надо на меня всех 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 коней скидывать я просто предположил типа он еще официально не в нашей армии поэтому и поэтому и хрен ему но щитовиков можно казнить обычным бомжей можно контратаковать смертельно а вот арбалетчиков изи вообще ваншотом в голову или шедоу страйке они все равно сдалека они очень слабенькие он будет захватывать точки сегодня или как бы это вообще не произойдет вот почему видео идет 30 минут не ну одному трудно я понимаю но он же капитанов даже не трогает он же бьет рекрутов и отгребает щитом да ребят а ну-ка стой дружище так какого хера ну у тебя есть боевые клей менее и из него потом просто через фокус они реально не захватят эту точку никогда просто надо их просто сдалека убить от этих арбалетчиков на стенах хотя если они спавнятся то тогда это хуёво усиленный выстрел тебе зачем ну блин тут у того крысы опять с полное здоровье из-за того что он злится от любого ранения какого хер вообще это не честно о блин dark вообще очень топовый реально топовый чел ну как бы по виду да они они все красивые реально эти дарки мистики они сверху арбалейчики что непонятного у тебя кстати еще два падения парень и ты сдох на третьем падении ты сдохнешь выстрел в голову выстрел в голову все 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 на 30 нас почти 40 уровне они до сих пор не неуязвимы то есть в этой части будет не так хотя да первая часть обычно шана ограничена там нет столько вариативность то есть там по-любому игра даст им как бы неуязвимость почти ко всему то есть стелсу карагором обязательно и луку это мастхэв они же потом просто убегать будут и они лишаются почти всех не не неуязвимость он призвал бодигарда но типа своих вот этих усиленных рекрутов но только что-то за особо не помогло это же рекрута на то и придуманным всякие бодигарды хоть вау в животару просто там на сзади вообще все веселье происходит пока он здесь соцкается с рекрутами они же все равно бесконечные это может бесконечно происходить казнь тебе зачем или тебя не научили эльфийская ярость в конце концов ты бы уже давно точку взял жесть какая-то не на тупит конечно тупит очень жестко тупит бывает но все равно в смысле бывает тупит жестко там уже он броукин капитана на второй точке их рекруты забивают тем временем пока он пытается одну точку захватить просто прикиньте насколько это долго сейчас придет захватит себе бесплатно одного капитана мародера не мародера командира в имперском шлеме суку а ну блять ферал какая разница все равно командир я правильно она вонючий шлем ну пошла жара тут кто у нас ух ты опять этот урод которым я видел только его тогда убили надеюсь теперь хотя бы заклеймить можно не ну я знаю что он урод уродливый вы напишите в комментариях фу-фу-фу но он меня тем не прикалывает что он как монстр выглядит рекрут не мешай взрослым иначе получишь молотком порыл кто-то стреляет а это наши живым пока он одну точку то пытался отхватить уже вторую спокойно разгребли рекруты божат просто тут мне кажется о вот это я божественную тактику придумал просто это будет лучший гайд во вселенной сейчас слушайте меня внимательно те люди которые будут крутить сундуки я думаю вам это точно зайдет если вам в игре прикалывает только сундучки вы берёте запускаете крепость на регионе и забегаете в дальний угол и идете пить чай и спустя минут 15 приходите капитанов уже не будет вы побеждаете оверлорда и все будет хорошо дальше в вашей жизни все вы получаете голду снова идете крутить сундучки ахахахаха блля лол трофал просто я стреляю за тебя ух пиздец я 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 Опа, и все почти умерли. Ну хоть Лутецкий легендарный зашел. А Норф, это же Север, да, наверное, Ист-Восток, наверное, я не знаю, я уже забыл, я в школе эту еще хуйню учил, как-то в жизни особо не пригодилось, ну, блядь, как я и говорил, два капитала, сейчас он казнит нашего командира, этот мой любимый Дарк, Дарк-щитовик, а, он его уже убил, в текстуры загнал, просто. Сука. Я знаю, что ты упал на колени, так я тебе не собираюсь помогать, с какой-то радостью я бегу и падаю, ты сдохнешь, что я тебе буду помогать? Ты не заслужил. Охренеть, там капитан вот этот, крысиный король, он хилится при получении ударов, блин, да он читерский, у него ярость от получения урона. И еще и кровожадность, че за читы? Ну, этого приручить однозначно, тут вообще, тут, тут, тут не может быть никакого ни шейма, ни факту из-за дефла. Охуеть, он, у него железная воля! У него железная воля, его нельзя приручить, потому что он, типа, дарковский, и у него скилл, айронвилл. Ну, блин, нет! А если его посрамить, типа, пропадет, что ли, скилл? Ну, он убежит, и все. Но пропадет скилл? Вот этот айронвилл. Блин, почему на таком крутом уроке стоит железная воля? Охренеть, ну все, как всегда. Там же говорилось, типа, что дарки, они, типа, верны своим, типа, бомжам. Но это личный его скилл, то есть, это я сейчас не говорю, что это, типа, племенная расовая способность. Не, это не так. Вот, смотри, он встал, просто встал, то есть, сам по себе, как бы, ему норм. Он лежал, и потом резко встал, с минимальным здоровьем, правда. Как это понимать? Лупит и лупит, сука, а? Зачем тебе боевое истощение, я просто не понимаю. Какой охренеть догнал, сука? Убьет, что ли? Не, у нас три падения. Ну, давай. Раз хочешь подраться. Блин, он реально бессмертный. Вот этот щитовик с вороньим шлемом, как не стыдно признавать, но он бессмертный. Он реально бессмертный, я сейчас не шучу. Сами подумайте, ярость от ударов. Любых. От любого одного удара. И кровожадность. При каждом ударе хилится. Ну, как это, как это понимать вообще? Это что за читы вообще? Просто читер и все. О, а здесь все фуловые. А ты еще и ворачиваться будешь, да, гадан? Вау, какой тут капитанчик бегает, красивый. Проклятый, правда. И с чем-то в башке. Что-то у него в башке торчит. А не, он ничего не торчит у него в башке. Блин, он такой клевый. Ну, по броне, конечно. Насчет перков я не уверен. Блин, почему наши капитаны? Ну, они же, да, они же бомжарские. Он приручил бомжей. Чувака с одноручкой. Не знаю вообще, на что он способен. И командира тоже не знаю, на что он способен. Чисто хотя они по уровню бомжей. Он проиграет, он не захватит дочки. Он отещал моблёдок. Блин, этот читер вообще просто. Вот этот... Сука, ворона ебучая. Как это железная воля? Ну, блин. Почему именно на тех, кто мне реально нравится? Это, блин, это реально... Какое-то проклятие. То есть, именно на том, кого я хочу. Будто игра знала, знаете? Типа, о, смотрите, ему нравятся дарки с такими капюшонами. Не, нельзя, всё, короче. Я поставлю ему железную волю и... И, короче, прочее говно. Да, конечно, у них 24 силы против... Против 30, блядь. Он ещё и адаптировался. Всё, теперь его вообще нельзя убить. Просто бессмертно. Он трубит и прибегает... Ну, как бы спавнится бомжи, да? Это прикольно. Но у него... Он 24, и он уже почти мёртв. Да хватит меня убивать, пожалуйста. Опять ты? Сука. Если он спавнится у меня в игре, я удалю Shadow of War. Просто. Я просто удалю этот урок. Что за ебанутый урок? Нет, я, конечно, так тупить не буду. Я-то, наверное, смогу его победить, но... Но он реально ебанутый. Просто я бы в первую очередь сразу с ним разобрался. Чего бы мне это не стоило. Он же реально читнутый. Просто. Может, Грауга привезет? Да не. Хотя, может, и да. Я ж не знаю. Я ж не видел его. Слабости и прочее говно. О, нашего капитана опять убили. Сейчас второго сольют по-быстренькому. А что они ему сделают? Ничего. Он же щитовик, это раз. А во-вторых, он хилится. Плюсом ярости. Он даже не даст по нему ударить. Удобная точка, да? Зажал тупо. Они залезают, а ты их сразу скидываешь. Ну, только не капитан. Сука, урод. Ну, призови хоть кого-то. Я не знаю. Может, кто-то боится Карагора. Я не знаю. Может, кто-то боится. Опа. Беги. Просто беги. Пока что у тебя нет шансов. Хотя нет, тебе нужно капитанов поднять обязательно. Одного хотя бы. Он командир. Может, хоть что-то сделает. Попризывает еще бомжей. Успел. Есть, капитан. Боже, он уже почти мертв. Он только встал. У него уже почти половина здоровья. Как это? Ай. Но зато хилнулся. О, он лупит и лупит. Ему похуй просто. О, он уязвим к стрелам. Значит, можно шедоустрайками его запинать. Ну, и, естественно, стрелять в голову. Не иначе. И не давать ему ударить себя, а то он отхилится. Хотя он уже фуловый. Ну, блядь, понятно, тут все. Геймплей. Ньюби. Он ничего ему не сделает. Он до сих пор фуловый. Надо было его еще на той точке разбирать, когда он один остался. Нет, надо же было ее захватить. Да, я же такой дебил, блядь, да? Боже, это разве такой трудный мыслительный процесс? Просто не понимаю. Да любой человек до этого додумается, блядь. Даже отбитый садомазохист не захочет иметь дело, когда такая банда будет. И еще, блядь, с таким мембовым уроком. Что за хрень вообще? Как можно было до этого не додуматься? Разве так трудно, блядь? Скажите мне. Дамы и господа. Хотя кого я обманываю? Какие господа? Какие дамы? А где второй, стоп? Где наш еще капитан? А вон где-то сзади. Убегает что ли? Или убили? What the fuck, в чем там делает наверху? Нас опять пытались красиво мечами нагнуть. Точнее, кинжаликами. Щитовиков до хрена бесит, конечно, пиздец. Да убейте хоть. Они никогда его не убьют. Он бессмертный. Ой. Может усиленный выстрел там или казнь не юзать будешь? Нет? Понятно. Все, короче. Сейчас его навернуть. Урона вообще почти не дает. Вот эти удары всякие боевые. Устали он на слишком много здоровья. Он, наверное, переп... Ну, конечно, сороковый уровень. Ничего себе. На минуточку. Хотя тут же не от уровня, а от брони имеется в виду. Вот пишется, что у него есть Bloodlast и Engaged by Injury. Bloodlast это кровожадность, а Injury, ну, это от ранений. То есть от любого попадания по нему. Че вы все стоите? Ну, то весело, что ли? Ну, там один капитан Броукин. Тот, который мне нравится. Его можно захватить. Это шанс. Это шанс на победу. На красивую победу. Да. Только не надо Iron Will. Рекрут. Рекрут. Не нужно Iron Will. Все, все хорошо. Все, просто молодец. Теперь служи мне хорошо, верно. В общем, иди сражайся, сука. Тебе хелп нужен? На хелп. На тебе в голову хелп. Ну, втроем-то вы его... Тут будет конец видео? То есть, я надеюсь... Нет. К сожалению, они его не убьют. Не, ну, то есть... Я имею в виду, не захватят, походу, эту точку. Вообще не... Блин, они троем не могут забить одного капитана, что ли? Да это хрень, даже если он в Вингейже. Какая разница? Блин, помоги ему. Ну, все, конец. Так, ну, наш выродок замочил. А я говорил, что он подойдет. Но только скиллы имел, непонятно какие. Но он убил. Это главное. Он заслужил место в армии. Так, капитан... Капитан встал опять как-то из... Ну, как это происходит? Они тупо хотят и встают. Хотя он должен был сдохнуть. И у него опять начался облидаут. Ну, все, он один остался на точке. Втроем забейте одного щитовика. Вы имбецилы, кончены. Щитовик на щитовика. Как это вообще работает? И типа вы не можете забить одного. Командир, блядь, в конце концов. Который не может забафать своих воинов, помочь. Ну, какой вы хера? Я просто не понимаю. Он еще и адаптировался. Давным-давно уже. О, чувак у нас упал в обморок, блядь. Убейте его, пожалуйста. Не, не убейте его. Хотя, да. Давайте, наверное, убьем. Просто я не хочу, чтобы такой чит вообще существовал на этой планете. Поэтому лучше его убить. Чтобы он не достался никому. Не дай бог, он нас потом предаст и все. Ну, ты сдох каким-то образом. Все, убили, видимо. Рекруты. Я же говорю, чем дольше на точке тусуешься, вообще в цитадели, тем больше рекруты дамажат обычных капитанов и они умирают. Опять наш командир сдох. Боже, он такой неудачник просто. Я же говорю, это все из-за имперского шлема. Боже, а ведь и правда есть люди, которые в это поверят. Надо как-то поаккуратнее с шутками, а то действительно кто-то поверит и все. Ну, все, точка захватывается, видео обрывается, да? Ну, конечно. В общем, все по старинке. В общем, вот еще одна цитадель. Кушайте, приятного аппетита. Да, вся хуйня. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok